Один из самых дешевых куличей в Саратове. По рейтингу, составленному сотрудниками сайта Агропромышленного Союза России, регион занимает лидирующие позиции по стоимости праздничного стола на главный православный праздник. Так, в среднем на творожную массу и украшение яиц горожане тратят около 292 рублей, а на приготовление кулича около 230 рублей. Последний в преддверии Пасхи стал самым популярным товаром на прилавках магазинов и рынков. Какой кулич самый вкусный и почему? Рецепт традиционного пасхального лакомства узнала Екатерина Ковальчук. Кухня мужского монастыря в Саратове хранит немало секретов приготовления пасхального кулича. Изделия здесь выпекают исключительно по ночам. Говорят, в среднем за несколько часов можно изготовить около полутора тысяч сладких кексов. Неповторимый вкус именно этих куличей пекари связывают с местом, где он готовится. Говорят, в храме даже самое простое блюдо становится шедевром кулинарии. По словам священнослужителей, традиция отмечать Пасху трапезы возникла позже, чем сам праздник. Когда христианская традиция постепенно развивалась, то появилась такая, скажем так, материальная или даже кулинарная страна этого праздника. И вот с точки зрения кулинарной Пасха отмечается приготовлением творожная Пасха, кулич пасхальный и крашные яйца. Эти атрибуты уже несколько столетий присутствуют на праздничных столах православных. В преддверии Пасхи работы прибавляются и у пекарни, и у хлебзаводов. По словам кулинаров, главный секрет – приготовление кулича, отношение, с которым он готовится. На Сокурском хлебзаводе классический бабушкин рецепт используется уже более 50 лет. Мука, сахар, большое количество масла, изюм, дрожжи. Все это сначала смешивается у нас основное сырье, мука, вода, дрожжи. Конечно, в конце закладывается жир, чтобы жир закладывается в последнюю очередь. Это, конечно, очень основной аспект, потому что дрожжи должны работать. В это время тесто поднимается. Главное условие вкусного кулича, говорят пекари, вовремя проверить готовность теста. После замеса она должна обязательно, как говорят в народе, отдохнуть и подняться. После чего к работе приступают машины. Еще не остывшие куличи промазывают глазурью и украшают. Такими они попадают на продовольственные прилавки. В преддверии Пасхи на рынке даже в будний день яблоку негде упасть. Продавцы признаются – куличи – настоящий хит-продаж. Раскупают их в считанные минуты. Вчера продали, 3000 куличей вчера продали. Сегодня уже, наверное, еще больше. Сегодня, наверное, тысяч пять продали куличей. Большей популярностью у саратовцев пользуются три вида куличей – на масле, маргарине или твороге. И именно от наличия этих ингредиентов в составе сладкого лакомства, а также веса продукта, варьируется его стоимость. Екатерина Ковальчук, Алексей Фенин и Евгений Шейченко. РЕН-ТВ. Саратов.